Если нас сейчас менты остановят, будет тоже смешно. Все, счастливо. До свидания, пока. Вот так. А я все чаще замечаю, как будто меня кто-то подменил. В первую очередь хочу поздравить свою жену с днем рождения. У нее сегодня день рождения. И сказать ей, зая, поздравляю тебя с днем рождения. Всего тебе самого наилучшего. Будь счастлива, как ты и была счастлива со мной. И я очень счастлив с тобой. И хочу тебе сказать спасибо, что ты есть у меня. С тобой мы начинали, у нас вообще ничего не было. Жили мы на квартире за 200 гривен в месяц. Не имея ничего и все, что у нас есть сейчас, все мы с тобой вместе потихоньку, потихоньку, потихоньку все вместе заработали, все вместе приобрели. Спасибо тебе, что ты у меня такая есть. Я тебя очень люблю. И еще раз тебе говорю, с днем рождения. Ты моя вторая половина, мы с тобой одна целая. Я тебя очень люблю. С днем рождения, зая, дорогушечка, катушечка. Так, друзья, приехал Дмитрий из Черкасс. Всем привет. Димон, расскажи, как ты выиграл? Не подстановили ты? Ребята, все честно. Первый раз в жизни вообще участвовал в каком-то конкурсе. Никогда ничем не выиграл. И тут, на тебе, пожалуйста. Я выиграл. Выиграл Поросенко. Стасян человек, мужики. Все то, что на него говорят, это все вранье. И приехал с под Черкасс. Сколько километров это? Да. Ну, грубо говоря, 450 километров. 450 километров по дюрка. Ну, не сильно далеко, зато уже будет свой дюрок. Сто процентов. Это второй победитель и аккаунт Дима Дима, английский. Да. Да. Третий не объявился, потому что не подписан. Так что колокольчики проверяйте, а то потом будете, прозеваете опять какой-то розыгрыш. Ну да. Все, будем сейчас искать, ой, говорю искать, доставать порысенка и грузить сюда. Вот так. Ну, такая. Вот, все. На Черкассе наша генетика по первому. Поедет работать. Номераем. Это шоу, Дим? Номерская область. Ага. Здравствуйте. Участвуйте. Да. И пожелаем вам хорошей дороги, ни гвоздя, ни жертвы. Спасибо большое. Все. Друзья, всем привет. Мы с Анатоличем трудимся и, думаю, засниму вам что да как вокруг колокольчиков. Так. Этим поросяткам у нас уже два месяца. И по Аркаше, вот Аркаша самый такой и красивый, и невзрачный. Я бы так сказал, будем сегодня кастрировать. Убирать его. Ну, то есть, на племенного хрячка я его никому не продам, потому что, ну, таких нежелательно продавать, они маленькие. И не годятся на хрячку. Поэтому скастрируем, будут на откорм. И также к выходным приедут, их поро разбирают. Свинок и останется тут, а мои, чисто кастрированные. Это, ну, они самые крупные. А тот крупный, по-моему, кастрированный. И вот этот. Одного забрали на... А, нет. Это, наверное... Это свинка. Вот это крупная свинка. А там хряк чуть кастрированный поменьше. Аркашу будем убирать. Аркадий, будем убирать. Темного нашего Аркаши. Кормушки у них есть. Ну, кто в кормушке, кто так. Каждый по-разному. И муха уже пошла больше и больше. Но все равно ленты вешаю. Но такого типа. Ну, их меньше, но все равно мух много. На улице жара. Ого, в Аркаши колокольчики какие. Как у хорошего, доброго хряка. Ну, так им печенюшки тоже даем. Тут, а получается... Ну, я думаю, всех я продаю. Оставляю только тех, кто у меня кастрированный на мясо. По этим понятно. По черноспинке и Анфисе. Вот Анфиса, вот черноспинка. Светили, Анфису на УЗИ показала. Черноспинка на УЗИ не показала. И получается... На, 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 на. И получается, что черноспинку мы покрывали и утром, и вечером. То есть покрывали ее пару раз. И она нифига не покрылась. Покрылась с первого раза Анфиса, обезьянка, киевлянка. Они покрылись. А эта не покрылась. Черноспинка. У меня такие свиноматки уже были. Которые заходили в загул. Регулярно. Каждые 21-22 дня. И покрывал я их регулярно. И все думал, да вот, 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 вот. И ничего подобного, ничего не получалось. Поэтому ее выбраковываем. С ней я не буду терять свое время. Она уже хорошая. Килограмм, ну, не знаю. Ну, больше 170. По Анфису. Вы видите последний раз. Ну, вот, сейчас вы смотрите. Это уже больше вы Анфису не увидите. Анфису будем убирать. Андрюхе я уже позвонил. Записался. Андрей придет. А Анфиса уже, кстати, вся заказана. Расписана. Кому шуну. То есть даже уже есть клиенты, что звонят записаться. Но уже, уже нету свободного мяса или сала. А с Анфисой все решено. И вопрос с Анфисой закрыт. Кто-то скажет, тогда еще шансы. Друзья, давал шансы. Я уже с этим одно время повозился. Тоже шансы давал. По три, по четыре месяца. По полгода кормил. И толку не бывает. Думаю, надо было убрать раньше. Поэтому, ну, я уже для себя. Какая-никакая практика есть. И теория. Поэтому я, она хорошая. Мне нравится. Но это свиноводство. Убытки, как бы, нежелательные. Поэтому лучше ее убрать. Виноматки есть. Ее будем убирать. И еще одну будем убирать. Сейчас покажу какую. На-те. По этим вопроса нету. Да. По этим вопроса нету. Обезьянка покрыта УЗИ показала. Киевлянка покрыта УЗИ показала. И мы сейчас туда и сюда. И их переведем в новый сарай. Станки. Вот этих две. Первые я поставлю в станки. И также. Сейчас покажу еще какие. Так что. Черноспынка. Полетит на радугу. По этим я рассказал. Ну я просто надеюсь, что у меня. Ну не надеюсь. Дюс-минус знаю. У меня с моих кастрированных. Это будут новогодние. Хорошие дюрочки. Мясо дюрков. Вообще не такое мясо. Как в обычной. Трехпородного гибри. Ну как в обычной свиноге мясо. У дюрков чуть-чуть оно не такое. По вкусу не такое. Это кто уже пробовал знает. И я это неоднократно говорил. И еще говорю, что мясо дюрков. Оно совсем. Отличается. Оно намного лучше. По нашему зерноскладу. Он так и есть. Пустой. Ждет. Своего часа. Сейчас уборка будет начинаться. И будем что-то искать по отходам. Кормление у меня. Самое при-самое. При-при-при-при-при. Что можно купить дешевле. У меня неправильное кормление. Я кормлю самым дешевым. И вот так. Тут у меня был горох. Сушился. Я его только что собрал. На дробилку. И добавляю тем, кто на норме у меня сидит. Мешаю с отрубями. Корма у меня нету. Я сейчас на отрубях. Грубо говоря, зависаю. По каштану. Каштаном хочу покрыть свинку. У которой заберу поросят. Машка. Белая свинка. И буду каштана тоже делать кастрацию. Кому надо, можете купить. За 4000 гривен я продам. Это только из-за того, чтобы его не кастрировать. Рабочий хряк и поросята от него очень хорошие. Вот этих, получается, я в станок поставлю. Две вот этих. Обезьянную киевлянку. Вот каштана поросята. Формы у них во всех каштанах. Ну, это им больше 10 дней. Дней может 15. Но от каштанов все поросята крупные, хорошие. И эта свиноматка молоко жирное. Молочность хорошая. Поэтому и поросята, соответственно, тоже хорошие. То есть, вот эту хочу покрыть каштаном. И каштаном потом тоже кастрировать. Тут с мухами вот так боремся. Сегодня будем обновлять, это снимать и новые вешать. Ну, так сказать, что сильно много мух вот именно в этом сарае не скажешь. Эти тоже на УЗИ просвечены. Все положительно. Им начало августа, кому конец июля поросится. Получается дальше у нас. Рыжку мы покрыли. Сейчас на днях ее на УЗИ просветим. Узнаем результат положительный или отрицательный по искусственному осеменению. А так все нормально. Вот это тоже в станок надо сразу ее крикливую. В станочек. Она поросная УЗИ тоже показала. Этим поросятам уже получается месяц есть. Но я еще оставляю их возле нее. Так как буду свиноматку выбраковывать. Вот эту. У нее 12 сосков. 12 молочных мешков, так сказать, если правильно. И два вообще перестали фунциклировать. То есть осталось только 10. Ну как бы свиноматка такая на разведение потомства. Поросята то хорошие. Ничего не спорю. Все. Ну мало сосков. И молочность у нее слабенькая. Они сейчас у меня дюрки линяют. Вот раз. Вся вылинившая. И рыжка тоже линяет. Вот так друзья. По нею такое принято решение. Так что кукляшку тоже будем убирать. Поросята хорошие. Не спорю. Все хорошо. Но. Знаете как. Что есть то есть. Ну и один чахнотик у меня. Чахнотика не убирал. Думаю пускай будут. Ну лазит что то там с ними. Шкребется. В кормушке шкребется. Тут тоже мы так. С мухами он. Ленты. Лента. Лента. Здесь я хочу. Вот сейчас будет новый сарай. Ну эту мы то уберем. Этих тоже в новый сарай. Тут я все вымываю. Металл весь вымываю. Размочу все вымываю. Подовариваю прутья. Чтобы были чаще. И в этот сарай отсаживать с нового сарая поросят. Вот делаю отъем ровно в месяц. Забрал от свиноматки в станке поросят в месяц. И сюда. И каждый выводок у меня будет отдельно. Эти клетки все покрасим. Продезинфицируем. Все уберем. Побелим. Плитку вымоем. Тут у меня буржуйка. И тут я буду делать когда буду делать отъем поросят. Их сюда отдельно в каждую клеточку. И зимой если надо растопил буржуйку. Это кстати эта буржуйка. Мне ее делал Анатольевич. Кто не знает. Это он делал сам. Поддувальцы. Все чеки пихи. Тут он сделал конфорки. Ну конфорки я отсюда забрал. То есть это все Анатольевича работа. Это он мне устанавливал и варил ее. Анатольевич у нас на все руки мастер. А это покрыто пускай будет. Ну как свиноматка оставлю ее себе. Потом может быть с нее оставлю себе пару свинок дюрков. Для дальнейшего воспроизведения. Когда-то мы давали кукле шанс. Да она оправдала. Перестала быть агрессивной при опоросе. Но. Но как говорится но. Лучше как лучше. Да кукла. Итак дорогие друзья. Я хочу поздравить Вику Стасяну с днем рождения. И исполнить песню. Долгое шоу. Мир совсем хавыр плов. И все же. Нам. Шоу. Мир совсем хавыр плов. Пусть рекой увы. Мир совсем хавыр плов. Мир совсем хавыр плов. И Мерик видно, и река широко, И все мы позабыли, где во льду. Но все же я заметил, что Мерик вон, Мир совсем не такой. И все же наша лодка может быть рекой, И Малиных берегов, и островок. С днем рождения!